друзья всем привет итак начинаем начинаем как обычно немножко с китая значит ну про evergrand я не буду говорить про застройщика он уже по моему и так всем надоел все уже про него наслышали если не прочитали кому что было интересно что там с ним будет дальше пока неизвестно как там китайские регуляторы решат обанкротить его или не обанкротить но при банкротстве его слишком конечно ударит здорово по всем потому что он является одним из крупнейших застройщиком там сотни миллиардов долларов поэтому не будем на нем останавливаться но как вы видите на картинке китай все еще в ярости что там еще теперь придумал у нас китайский регулятор сейчас вот зачитаю вам новости центробанк китая объявляет крипто криптовалютный бизнес нелегальным народный банк китая заявляет что вся деятельность связанная с криптовалютами является нелегальной вот так вот регуляторов беспокоит высокое энергопотребление вызванные которая ранее вызвала проблемы с электричеством некоторых регионах страны зарубежные крипто бирже крипто биржам запрещается вести деятельность на территории страны говорят в регуляторе то есть что у нас китае идет по пути зеленой энергетики хочет снизить энергопотребление снизить углеродные выбросы вот то есть там вообще еще наверно круче даже чем европе и в америке идет помешательство на этих всех взаимозаменяемых источниках энергии вот так что и как это опять отразится на рынках китая 5 непонятное но и на рынках целом давление на акции все продолжается хотя вот руки чешутся конечно у меня китайских акций не очень много в портфеле всего игры вот три штуки у меня это байду чайный лайф и мама но мама это так отдельная песня как говорится так конечно руки чешутся взять бы и джетиком и ту же алибабу и тот же випса ну вот по поводу випса у меня еще как говорится все таки наверное так прикуплю пару акций почему потому что все таки ожидаю новогодняя роли а как правило перед новым годом будут люди все равно совершать покупки делать подарки и вип-шоп в этом смысле скорее всего покажет хорошие результаты по продажам потому что он является в общем-то лидером по как раз элитным продажам товаров так скажем то есть это брендовые вещи которые по акции идут по сниженным ценам вот поэтому в принципе в вип-шоп наверное я все-таки прикуплю вот но в этом в принципе что я вам хочу показать в этом ролике я хочу показать свой ростовой портфель из чего он у меня состоит вот мои акции роста основную долю конечно у меня составляет это биотехи вот есть цели по биотехам вот две акции мне уже проданы которые я покупал это арктурус я продал покупал его по 27 долларов соответственно продал по 55 прибыль фактически стопроцентная составила также я брал ли авто продал ее по 30 брал по 19 долларов составила там где-то более 60 процентов прибыли так что в принципе нормально ну и также остальные цели стоят сами видите вот биотехи опять же говорю рискованная очень рискованно но и отдача очень хорошая но есть также технологические компании это файсерф это терадата есть производство как клиент это химический в общем то можно сразу сказать больше химическая лаборатория но она связана с литием а так как у нас сейчас литий на хайпе это все батарейки и прочее 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 то у нас сейчас как бы вот такая есть неплохая возможность в принципе ливентон и нормально я сейчас покажу вам свой портфель уже что мне как бы показывает там уже будем более подробно разбираться это вот мой портфель на инвестинге здесь все перенесено сейчас у меня портфель естественно находится в убытке опять же что его тащит в убыток это тащит его херон терапевтика которым я и же один терапевтика которых я давал разбор он у меня есть можете если надо посмотреть ссылочку я оставлю в описании вот это также альтерикс но кстати вот про альтерикс я не знаю во первых это же в принципе довольно уникальная платформа значит автоматизация налогов бухучета аудита оптимизация поставок то есть эта платформа для бизнеса и в принципе перспективы у этой компании вполне себе даже очень неплохие вот файсерф файсерф это у нас является как бы наверное ближе к финансам обработка платежей обработка переводов то есть платформа тоже для ускорения всего этого процесса то есть то есть все в принципе компании они как бы перспективные терра дата которую кстати я вот как бы вот покупала скажем ну просто как бы ради интереса но при всем при этом терра дата это тоже по является платформа с и облачным направлением опять же решение корпоративных скажем корпоративного управления бизнесом поэтому в принципе тоже как бы ну и в принципе терра дата у меня показывает час довольно таки неплохой прирост вот сто сорок три процента вот ну что у меня в просадке опять же вот альтерикс по которой я сказал но нет потенциал там вполне себе нормальный вот байду про которая как говорится что китай сейчас под давлением находится но по байду я расскажу так что байду это вообще бенефициар там и и в облачных решениях и в транспорте который сейчас начинает там и роботакси у него то есть у байду я считаю перспективы очень даже неплохие даже вот если посмотреть опять же аналитиков вот они байду и дают они чё нам до 320 рост поэтому вот на каждую компанию которую я вот себе взял портфель вот везде поставил определенные цели и эти цели в принципе это не спекуляция это скажем среднесрочные цели и потихонечку потом уже будем с ними расправляться давайте вот несколько разберем компании просто хотя бы что там аналитики нам предлагают чем взять допустим то хоть возьмем тот же вот иксиликсис вот иксиликсис вот иксиликсис сейчас стоит 20 долларов там с копейками и что нам дают дают 22 целевую дают 29 аналитики и максимальную дают до 36 если я сейчас у себя теперь посмотрю какие у меня цели вот я ее поставил 30 35 долларов и так в принципе вот по каждой компании то есть захожу анализирую конечно сначала я ее прорабатываю сначала смотрю чем она дышит смотрю стоит ли покупать портфель к себе или не стоит а потом уже принимаю решение там в том или ином количестве покупать эти акции не покупать вот ну наверное пожалуй на этом вот и все что я хотел сегодня сказать всем удачных инвестиций опять же предупреждаю что это не является никакой рекомендации это мои сделки мои риски никого ни к чему не обязываю не призываю на этом все пока это мои риски удачи так Продолжение следует...